Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вор в законе Лукьянчик. Криминальная юность Женьки Лукьянова началась в конце 80-х в дворовых пацанских разборках. Улица, взрастившая будущего вора в законе, улица 9 января. Бывшая хулиганье девятки ныне из тех, кто не пошел по тюремным этапам. Люди вполне законопослушные и даже солидные наверняка помнят пухленького и благополучного Женьку. Мальчик из хорошей семьи, не без помощи кстати родного дядюшки с криминальными наклонностями, начал свою бурную деятельность на ниве криминально-воровского бизнеса. В первых оперативных сообщениях Евгений Лукьянов фигурирует под кличкой Женя Болотный. Будущий вор в законе в те времена возглавлял всем известную в городе ОПГ организованную преступную группировку «Болото». Сфера интересов «Болото» простирается вначале, на территорию сеного рынка, сиротинскую братву Лукьян выдавил оттуда чисто, по грамотке скупил контрольный пакет предприятия, а особо борзых отжал силами правоохранительных органов, а потом из-за его предела вплоть до улицы Советской. Все магазины исправно и ежемесячно платили уже своей новой крыши. Невысокий и неприметный Лукьян предпочитал оставаться в тени. И хотя, в отличие от Касима, рулил криминальным сообществом республики очень недолго, история сохранила о нем несколько историй и баек. Например, молва приписывает Жене Болотному заслугу в разоблачении засланного казачка, которого органы якобы подослали к ворам для приобретения партии оружия. Казачку бандиты вдохновенно проехали по ушам и пообещали с товаром вопрос решить. На стрелку, где должна была состояться сделка, Лукьян прибыл лично, чтобы из салона своего роскошного авто понаблюдать за задержанием. Задержание действительно имело место быть на пятачке 111 маршрута. Вместо автоматов оперативники извлекли из багажника подставленного автомобиля обыкновенный веник. Другая, не менее легендарная история повествует о том, как Лукьян виртуозно развел столичных ментов, что прибыли в Ижевск с целью ареста и конвоирования Касима. Якобы Лукьян, с помпой встречая в аэропорту Ижевска московских конвоиров, представился не больше не меньше как начальник оперодела местного УБОПа. Столичных оперативников усадили в иномарку, и в сопровождении целой кавалькады навороченных авто, колонна двинулась по направлению к гостинично-развлекательному комплексу. Там столичных гостей радушно приняли, напоили и накормили, а потом и спать уложили. Гостеприимство на этом не закончилось, на следующий день столичным операм закатили шикарный отдых. На обеспокоенные вопросы типа «А где же арестант?» Лукьян убедительно врал, что вот-вот, сейчас, сейчас доставят. Кончилось все якобы тем, что конвой столичный свезли обратно в аэропорт, «Извините, мужики, в СИЗО, сейчас карантин, через недельку вопрос решим», загрузили в самолет и засыпали подарками. Воровские будни. Коронованный в Москве, Лукьян был одним из самых молодых российских воров в законе. Жил при этом молодой вор, мягко говоря, не вполне по понятиям. У настоящего и правильного вора не должно быть семьи. Лукьян это правило нарушил. Опять же, вор правильный скромным быть обязан. Лукьян роскошью не пренебрегал. Чего стоит, к примеру, его роскошный джип, изготовленный по спецзаказу в Германии. Машина вора была оснащена мобильной и спутниковой связью, имела несколько степеней защиты и массу всяческих наворотов. Стоил такой джип под 200 тысяч зеленых, и по слухам деньги на машину шефу, собирала вся подчиненная Лукьяну братва. Джип разумеется был бронированным, и по слухам опять же, нередко в этом самом джипе по городу, раскатывал не сам вор, а его двойник. Осторожный и продуманный Лукьян на всякий случай, кроме положенной по штату охраны, имел при себе еще и в самделишной корочке помощника депутата Государственной Думы РФ, а на лобовом стекле джипа красовался пропуск непроверяйка или, как его еще называют, вездеход. Специально для сотрудников ГАИ и прочих представителей органов. Все эти меры безопасности Лукьян использовал не для Шика и Понта. У вора имелись основания беспокоиться за свою жизнь. Известны как минимум два случая покушения. Зимой 1993 года, тогда Лукьян был всего лишь бригадиром Болотинской ОПГ. Три киллера подкараулили Болотного в подъезде, где проживала его возлюбленная. Была стрельба, Лукьян, раненый и кровью истекающий, чудом сумел вырваться из засады. Второй случай, произошел в начале октября 1998 года. Лукьяна пытались убить на выходе из кафе Пазим. Взрывное устройство рвануло прямо у входа в кафе. Разбиты стекла, осколками слегка подранило случайно подвернувшегося бедолагу бомжа, а Лукьяну и его приятелю хоть бы хны. Но такое везение не может долго продолжаться. Повезло два раза, а на третий можно и пролететь. Вором Женя стал при прямом содействии Касима. Касим готовил себе замену. Говорят, что на место убийства Касима, набережная Ижевского пруда, Лукьян прибыл самым первым и плакал на взрыв над телом расстрелянного вора. Последний звонок. Лукьяну позволили отпраздновать свой день рождения. В июле 99-го 29-летний вор в законе, Евгений Лукьянов в последний раз ответил на звонок своего мобильника. Встречу Лукьяну назначил, очень авторитетный и уважаемый в городе человек. От встречи Лукьяну клониться не мог по двум причинам. Во-первых, этому человеку отказывать в криминальных кругах не принято, а во-вторых, никакого подвоха от звонившего Лукьян даже и предположить, не мог и не смел. Евгений на встречу согласился и прибыл в назначенное время, в назначенное место. Больше Женю Болотного никто и никогда не видел ходили слухи, что с места встречи Лукьяна повезли в более укромный уголок, где по-тихому придушили. Кстати, по воровским законам проштрафившегося вора, положено было убивать только ножом. Возможно, что так и было. Четыре версии устранения Лукьяна. Версия первая. После смерти Косима большую власть и силу стали набирать известные в городе братья Богдановы. Именно по их заказу, по слухам, прогремел взрыв у кафе Пазим. Богданы заметно начали борзеть, и в марте 99-го пропадают, бесследно вместе с тремя своими товарищами. Имеются основания полагать, что к их столь странному исчезновению был причастен Лукьян. А поскольку у Богданов первопрестольно имелись очень высокие покровители, то такой беспредел со стороны Жени Болотного им явно не понравился. И Женю списали. Версия вторая. Кавказский след. Лукьян продолжил дело Косима и продолжал чинить препятствия гордым пацанам с гор в вопросах беспрепятственного и беспошлиного распространения наркотиков на территории Родникового края. А коварные кавказцы, разумеется, переврав все и исказив свою пользу, стукнули жалобу в самые верхи криминального мира. Да еще и заручились для верности поддержкой Косимовских, а значит, и Лукьяновских врагов. А еще и Койкова из органов подключили. Хитрые кавказцы даже просчитали преемника, который наденет корону вора Удмуртии после Лукьяна. И не ошиблись, кстати. Версия третья. Есть информация, что Женя накануне своего исчезновения засветился в одном из крупных российских городов, где дерзко отбил то ли любовницу, то ли даже жену очень-очень авторитетного гражданина. Гражданин поклялся отомстить. А возможности и уж тем более деньги у него, его и сегодня иногда по телевизору показывают, были. Тем более, что после смерти Косима позиция Лукьяна, очень шаткая и неустойчивая была как внизу, сидельцы и бывалая братва, ворокозили относительно обильных роскошеств молодого вора. Так и вверху, столичному криминалитету надоело напоминать о своем главенстве. Версия четвертая и самая маловероятная. Евгений Вячеславович будто бы имел не одного, а двух двойников. И как недавно стало известно, второй двойник, более приближенный и доверенный, скрытно жил последний месяц вместе с Лукьяном. Незадолго до развязки, этот двойник будто бы выезжал с шефом в Москву, в институт пластической хирургии. Что уж там происходило тайно, мраком покрытое. Уехали двое, вернулся один. А через неделю Лукьяна вызвали навстречу. Ту самую, последнюю. Место Лукьянчика занял его сподвижник Сурмашов, убитый впоследствии в 2005 году. Затем эстафетную палочку поднял Константин Прокошев, по поводу которого в марте 2010 года Верховный, судом рассматривалось дело 22 АК 551-2010 и обвинение по двум статьям, статья 33 части 3 и статья 105 части 2. Убийство, совершенное группой лиц или организованной группой, сопряженное с бандитизмом.